ПТСки на стадионе Динамо это вообще, конечно же, не событие, но то, что они стоят в чаши Динамо и то, что здесь они снимают далеко не футбол, вот это уже новость. Давайте посмотрим, как шоу Макайонка 9 прямо сейчас на футбольном газоне стадиона Динамо снимает свое шоу вместе с футболистами и спортсменками. Сейчас пойдем посмотрим, где ведущий Женя Перлин пудрит носик. Женя, ты голый? Конечно. Ты не впервые работаешь на стадионе Динамо? Первый раз это было во время европейских игр, наверное, да? Да, европейские игры, мы делали прямые эфиры с площадки прямо вот тогда, кстати, подходила туча тоже, мы сегодня тоже снимаем, у нас тут дождь подкрадывается, нам все портит. Так что да, немножко такое дождливое настроение. Хотелось бы сказать, что идея была Ивана Эйсмонта, но скажу правду, идея была директора стадиона, он говорит, ребята, у нас тут такой движ, мы хотим, чтобы Динамо был открыт не только для профессиональных спортсменов, но и для простых людей, которые занимаются бегом, там, теннисом. И сейчас Динамо становится более доступным, а мы об этом сегодня и поговорим в программе. Динамо А что вы в униформе сегодня вообще? Как? Я взял с собой в форме? Я бутсы взял, футболку взял, шорт все взял, вот все-таки забыл только. Я думаю, что в этом ток-шоу вы впервые принимаете участие. Конечно, потому что старенький, никому не нужен, поэтому впервые. Софи Лорен я не нужен, Бриджит Бордо я не нужен. А Минскому Динамо? А Минскому Динамо для меня это история, это вообще классная эта история. Конечно. То есть нужны. А приходите к нам на ток-шоу ведущим. Ведущим? Да. Тоже можно в бутсах? А нет, ну у меня ума не хватит, ну куда? Я там столько наговорю. Вы, кстати, не волнуетесь перед телесъемками? Никогда, потому что уже, ну когда мне уже волноваться? Я уже метрики подделал, все, ну когда мне волноваться? Как вам эта идея сделать программу прямо на стадионе Динамо? То есть, ау. А, прямо сейчас? Вот это уровень, правда? Возвращаетесь, все хорошо. Я вернусь, вернусь. Через шампанское только. Нет, так и спорт, и алкоголь несовместимы. Это кому как, Минут, кому как. И секс, говорят, несовместим с этим спортом. Но у меня всегда было за два дня, за два дня, надо без женщины побыть, обязательно. Потому что легкость, легкость, легкость. Александр, я прошу прощения, могу ли я с вами пообщаться? Нет, конечно. Замечательная погода, правда ли? Супер, просто. Это, знаете, как не соревнования на стадионе, так и дождь. Я думаю, что сейчас добрым словом вас Женя Перлин вспоминает. Это же была ваша идея, Макарионка, идея пригласить на стадион Динамо. Почему? Ну, просто хотелось, ну, опять же, вот, Женя, последняя, по-моему, программа была, да, это песочница. То есть, начали уходить от студии, да, и предложили стадион, потому что, ну, действительно, ну, такое знаковое место. Что приятно будет встретить день рождения ночью с живой музыкой, с такими людьми, как Женя Перлин, как коллектив Белатару Дню Компании, поэтому... Спасибо. Можно с тобой благоволить? День рождения стадиона Динамо, я на всякий случай отмечаю. Похвастаюсь, была на многих стадионах Европы и мира. Сильно развита программа вот этих туров туристических, да, когда ты можешь купить билетик вместе с небольшой группой или большой группой, пройтись по стадиону, пройтись в раздевалке, ну, куда обычно не ступает нога болельщика простого. Динамо планирует нечто подобное? Я больше того скажу, мы сейчас начали собирать историю, да, и мы планируем, ну, может, и в этом году удастся. Хотим сделать интерактив, ну, скажем так, современные видеосюжеты, нарезки про Динамо, в то же время собрать историю. И, конечно, то есть самым, мы уже прорабатываем новый маршрут, заканчиваться маршрут будет на вот этом Олимпийском огне. То есть мы хотим показать, да, то есть всю историю от исторической арки, музей, нашего современной возможности и в конце, то есть для организованных групп мы хотим предусмотреть зажжение вот этого огня. И плюс мы сможем анонсировать определенные проекты, которые, ну, в Беларуси аналогов еще не было, это точно. Двиговали. В конце августа, начало сентября, я думаю, ну, ждет, дай бог опять с погодой только что повезло, нас ждут, ну, приятные сюрпризы. Очень хочется, чтобы приходили люди, то есть это максимально мы запускаем и вот наши там спортивные услуги. Сейчас будет зона отдыха для детей и родителей, плюс спортивные площадки перед исторической аркой. И в июле мы также хотим в фирменном стиле стадиона еще запустить это кафе собственное. Раньше можно было по всем предыдущим фотографиям, можно было и по эфирам сказать, что да, есть запроски. Смотри, 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 он за нами посматривает. Вот, видите, снимает. Сегодня, кстати, впервые за, наверное, нашу съемку все 16 камер работают. Только на новогоднем выпуске МакНК-9 работало больше. Ребята, я к вам. Я привыкла, что обычно все музыканты на МакНК-9 такие стильные, в платьях вечерних, ну, девушки, да. Мы не перейдем. А, я думала, вы, ну, как на стадионе, по спортивному? Нет, мы обязательно будем вечером. Мы вообще не спортсмены, мы к спорту относимся с достаточно посредством. То есть бегать вы сегодня здесь не будете? У вас наверняка есть какая-нибудь любимая спортивная тема музыкальная? Есть. Какая? Футбольный гимн Минского Динамо. Динамо чемпионов. Поете нам сейчас? Да. А, так вы топите за Динамо Минское? Нет, за Спартак Московский, но. Браво! Хорошо поете. Ребята, волнуетесь перед началом шоу? Да нет, спокойно. Это твое первое шоу? Да, да. Вы не волнуетесь? Когда сяду там, будет видно. Ну, такая непривычная, согласитесь, атмосфера на Минском стадионе, да? Ну, конечно. На газоне интересно играть нам. Да? Но уже, к сожалению, да, он еще молодой человек может поиграть. Вы на Юрия Алексеевича, да, намекаете? На Юрия Алексеевича обязательно выйдет. Юрий Алексеевич, вы уже скисли. Я имею в виду прямо сейчас для шоу. Нет, я не скис, я перегорел. Что сделать, чтобы вы опять зажглись? Сейчас шампунчик и все, и вперед. Что, ребята, фальстарт? Ну как, понравилось, да? Юрий Алексеевич, что уронили? С перепугу. С перепугу, испугались. Вы же опытные. Ребята сейчас, наверное, себя чувствуют просто голливудскими звездами. А вот работают папарацци с пресс-службы Минского Динамо. Александр Строг. Что я люблю в профессии журналиста, что куда не придешь на съемку, есть свои любимые визажисты. Былся я ради компании, которая всегда позаботится, чтобы ты была свеженькой, красивенькой в кадре. Спасибо большое, Наташа. Все, я готова работать дальше. А вот и Андрей Макоенок. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что шоу «Макоенка-9» не на «Макоенка-9»? Прекрасно. Я даже думаю, что можно так и зафиксировать. На стадионе «Динамо» мне нравится. Мне нравится этот легкий масштаб. Я поняла, тебе нравится не работать, потому что почему-то ты не в студии. Ничего себе, я тут уже, я же параллельно все. Нет, мы слышали твой голос, кстати. А стадион подмести вначале, а дождь включить, чтобы его промыло здесь тщательно. А Жене плечики кто массирует по-вашему? А как тебе та святая дикторская? Очень понравилось там. Да. Да, такое прям ощущение, что выходишь. Как будто пришел побаловаться к родителям куда-то. Нажал, что ты давай просидишь. Ну и все слышат, классно. Очень важно, так сказать, интенсионно все это, чтобы была, так сказать, подача. Ну, Андрей. Я понял. Так, все, я делаю. Простите, пожалуйста, заранее. На Минском стадионе «Динамо» произошла замена. Вместо любого атлетичного человека на поле оказался Евгений Первый. Знаешь, у нас другая зрительская аудитория, спортивная. Расскажи, какое ты отношение имеешь к улице Макайонка? К улице Макайонку какое отношение имею? У меня дедушка Андрей Егорович Макайонок. Он имеет самое непосредственное отношение к себе и к этой улице, в честь которого ее назвали. Ну что, хромаешь сегодня. Да, ну такой кульгавенький немножечко стал. Ты играл в футбол? Это была эпохальная программа Макайонка 9, когда надо было выполнить челлендж, нужно было взять туалетную бумагу, вот так вот ее кинуть, а вот здесь вот руками словить. Очень резко нагнуться, понимаешь? И вот задняя поверхность бедра сказала мне «до свидания». Говорит, Андрей Игоревич, задумайтесь, вам уже не 20 давным-давно. Короче, можно сказать, что ты травмировался туалетной бумагой? Можно и так сказать. Но мне больше нравится, что я получил травму на работе. Я правильно ладошку держу? Ну, услышала ваш бодрый голос. Как вам шутки, кстати, на Макайонка 9? А, не понравится, кстати? Да. Такие такие, элегантные такие. Да? Ну, я сейчас сделаю объявление по стадиону. После основного времени Петр Михайлович не справился с супругой, поэтому сосед добавляет еще 4 минуты. Когда все-таки вы уже откроете двери для спортивных соревнований? Ну, кроме футбола, чемпионата Беларуси, понятно, он идет. Ну, вы знаете, уже анонсировано, что в период с 30 июля по 2 августа на стадионе пройдет чемпионат Беларуси по легкой атлетике. В конце августа мы планируем белорусские группы собрать на стадионе, сделать такой вечер. Да, именно в поддержку, опять же, акции в поддержку врачей. То есть, ну, это будет частично благотворительно, как мы хотим сделать. Собранные деньги мы хотим перечислить в учреждение здравоохранения. Мне нравится, что стадион, он не одинаковый, он как-то разнообразный. Он такой же цветной, как эти стулья, понимаете? Живет, правда? Вот, как эти сидения. Идея хорошая, потому что на стадионе накануне дня рождения сделать передачу о людях, которые имеют отношение к футболу, к стадиону, к ощущению спорта в стране, ну, замечательно. Вы смотрите, как бережно к газону, да, постелили специальное покрытие, чтобы травку не попортить. Я ценю ваши бережные отношения к труду тех, кто отвечает за ухоженность стадиона. Александр, что это такое девочки фотографируют? Ну, это наш абонемент для первого посетителя сегодня. Я хочу его официально вручить Евгению Перлину. Почему Перлину всегда везет? Ну, это большой абонемент, это на всю белую телерадиокомпанию. О, давайте, мне вот интересно, с легким паром, так объясняйте. С легким паром это сауна. Четыре похода на наши площадки для тенниса и четыре похода в сауну. Это настольный теннис, это футбол, это баскетбол, это волейбол. Футбол это на матч или поиграть? Нет, это футбол, это поиграть на запасном поле можно. Вау. А он не играет в футбол? Ну, он же может отдать друзьям. Я играю. А этот абонемент можно будет перебрести в подарок? Да, конечно. Спасибо большое. Держите, дни. У нас выход один из какой-то безопасности его закрыла, поэтому мы не знаем, куда мы собираемся. Танк знаю, да. В танке есть люк. Эдуард Васильевич здесь при... Он думал, что он залез туда. А-а-а, все, я понял, теперь все сложилось, хорошо. Саш, ничего показывают. Они еще такие выдержанные. Задержка, наверное, начало съемок была часа два. Алексеевичу было очень тяжело удержать форму. По нему видно, что перегорел. Но еще самое интересное впереди, когда он наденет бутсы, форму, вот тогда он раскроется по полной программе. Но он же футболист. Он легенда. Легенда. Я предлагаю сейчас вот напоследок исполнить буквально, ну вот один удар, буквально на технику. Ну вот, вот, Юрий Алексеевич, вот сейчас вы в своем, вот я вижу, в домашнем, вот подготовлен. Да, да, подготовлен, подготовлен, да. Ну, как интервью прошло? Нормально, хорошо, весело. Хотелось бы еще поговорить очень быстро, пока только разогрелись. 45 минут, да, вы привыкли? Наверное, первые 45 минуты говорите, вторые 45 минуты будете играть. Что сейчас будет происходить? Не знаю, сюрприз. Давайте, давайте, проведите две ребят. Подходите ближе, подходите ближе, не стесняйтесь. Красавчик. Ой, я, я, я должна принять, да? Ой, я не могу, так я же, а если, так, внимание, исторический момент. Ого! Коворочек, Алексей, коворочек. Коворочек, коворочек. Ну а что ж вы мне так подались-то? Я думала, вы примете. Да нет, хороший удар. Хороший удар? С детства бью. Юрий Алексеевич, первый? Вот так. Это тик-ток, это 100% тик-ток сейчас будет. Можно уже, да? Да, уже можно, поехали. Хороший удар. Еее! Вот так вот, я даже не уверен, что я повторю. Кто еще в такие годы может себе такое позволить? Берем. Берем, абсолютно верно. Перекладину или в цену? Ааа! Я доволен, что меня пригласили на этот красивый стадион. Спасибо вам большое. Я заново родился. Смотрите, на телеканале была успех. А что смотреть-то? Смотреть-то что? Программу, между прочим, с Юрием Пудышевым. Спасибо вам. Спасибо, окей. Лормальный удар. Вообще круто. Так я могу повторить. Давайте. Не, ну только, пожалуйста, уже не поддавайтесь мне, хорошо? Давайте. Готовы? Нет, так ноги вместе. Кто-то стоит. Продолжение следует... Продолжение следует...